Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Австралия начинает прощаться с британской монархией и, учитывая мировые перестановки и потрясения, это не кажется просто совпадением. С австралийских банкнот должны исчезнуть последние британские короли и королевы, а сами купюры обретут полностью туземный дизайн. Банкнота в 5 долларов и так оставалась уже единственной, на которой все еще было изображение Карла Третьего, но Центробанк Австралии заявил, что решение было принято после консультации с правительством, которое поддержало это изменение. Оппоненты говорят, что этот шаг политически мотивирован. Скорее всего, политики здесь и правда выше крыши. И не случайно все это так красиво выстраивается в одну общую линию с атакой на британскую монархию, которая уже идет не первый год. Причем атаки идут как снаружи, так и изнутри Британии, и причина, в общем-то, легко понятна. Британия – это государство, которое жаждет встроиться в дивный новый мир неолиберальных ценностей на правах одного из главных идеологов, а заодно и инквизиторов. И тут вдруг, понимаешь ли, империя, короли и все прочие атрибуты, напрямую относящиеся к белым привилегиям. Нехорошо, надо избавляться. В дивном новом мире такого прошлого не поймут. Да и США вот тоже, поглядывая список стран, где признают английских королей и королев, особенно учитывая, что там не только соседняя Канада, но также еще и архинужная и архиполезная Австралия, которой уже отведена роль в противостоянии с Китаем, словом, в Вашингтоне не понимают, почему вместо американского президента там каких-то королей признают. Вот и решают этот вопрос постепенно и явочным порядком. Заодно и у самих себя, кстати говоря, снося памятники Рузвельту и прочим. И заодно уж, коль речь зашла про США, там вдруг перестали понимать, зачем в Сербии нужен какой-то там вучич. И все это до боли напомнило ситуацию, которую мы с таким трудом пытались донести до Александра Григорьевича Лукашенко, и слава богу, донести успели. Он-то думал, что если при нем Белоруссия будет умеренно прозападной, то в этом случае и его собственная персона перестанет вызывать на Западе такое раздражение. Дескать, вы же видите, какой я молодец. Веду Белоруссию в правильном направлении, в вашу сторону. Теперь вам осталось только полюбить меня самого, и все станет совсем замечательно. Ну а на Западе из этого всего сделали ровно обратный вывод. Смотрите, как все здорово. Смотрите, как все уже хорошо. Лукашенко уже ведет Белоруссию в правильном направлении, в нашу сторону. Теперь осталось только убрать и его самого, и все станет совсем замечательно. И надо отдать должное, Запад уже почти успел это сделать, оставалась самая малость, но Лукашенко в последний момент все правильно понял и часть своих взглядов на Европу пересмотрел. А теперь, стало быть, пришла очередь Вучича. Сербию он постепенно на Запад привел, мал-помалу сменил элиту на более прозападную, провел всю подготовительную работу и остался лишь финальный штрих. Сменить теперь и самого Вучича, ибо зачем он теперь нужен? Все это напоминает картину, которую мы годами наблюдали у себя по соседству. Возникает якобы пророссийский кандидат, естественно в огромных кавычках, заручается поддержкой пророссийски настроенной части страны и ведет ее потом в строго обратном направлении, по прямой на Запад, в Евросоюз и НАТО, никуда не сворачивая. А самое главное, как только привел, ну или почти привел, то сам уже и не нужен, его выбрасывают, меняют в ходе протестов. Вот и в Сербии началось то же самое, в США вдруг озаботились так называемой честностью выборов в Сербии. USAID уже приготовила программу по выделению на эти цели до 2 миллионов долларов. Согласно проекту, деньги пойдут на повышение честности выборов и продвижение конструктивной избирательной реформы. Короче говоря, все понятно. Видели уже и не раз, на что идут, и самое главное, к чему приводят подобные вот программы, которые якобы жизненно необходимы для европейского и демократического будущего Балканской республики. Все эти ребята, вроде Вучича, не могут никак понять одного. С Западом примириться невозможно. И понравиться ему невозможно. И заслужить доверие, принятие и все прочее никогда. Уж на что Шеварнадзе был искренне прозападным, от всей души еще СССР помогал разваливать, а уж Грузию строго в сторону США повел. И что? Все равно сменили на Саакашвили. И так было и будет повсюду. Но история, как известно, ничему не учит людей. Кстати, а вот Европа вдруг загрустила. Она так старательно выгоняла нашу страну, так стремилась от нас избавиться, что когда преуспела, то не сразу поняла, что потеряла вообще все рычаги давления на Россию. Что больше России нет в пассе, чтобы выслушивать их истеричные доклады и наслаждаться русофобскими резолюциями. Что Россия больше не признает юрисдикцию ЕСПЧ. И что же теперь европейцам делать? Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сказал правильно. Совет Европы перестал быть организацией, основная цель которой заключается в достижении единства европейских народов. Благодаря политике западных стран он превращен в нечто противоположное и стал своего рода предбанником Евросоюза. В такую организацию нет никакого смысла возвращаться. А европейские страны вдруг начали плакать. Они поняли, что уникальную возможность, когда Россия была готова поставить свой голос вровень с голосом любой страны, у которой нет суверенитета и она лишь является очередным аватаром США, эти времена закончились. Они пытаются ссылаться на интересы граждан России, на защиту их прав, на конвенции и якобы честные европейские суды. Но вообще-то все помнят, как в этих честных судах годами не могли добиться никакой справедливости люди, над которыми издевались те, кто европейским элитам очень нравится. Не говоря уж о том, что сегодня, когда в Европе встали в полный рост все ее лучшие черты середины прошлого века, когда они там лишают людей прав по национальному признаку, запрещают книги и музыку, фильмы, картины и скульптуры, когда опускаются до войны даже с теми, кто давно похоронен и лежат в земле, это вот такие-то будут обеспечивать права граждан России. Кстати, для самой России есть и ряд приятных новостей. Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+, сегодня рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне. Текущие цены устраивают участников картеля. Что тут сказать? Мы именно такой расклад и прогнозировали. Предлагает читать между строк заявление министра Саудовской Аравии по поводу перспектив развития мирового рынка нефти. Он тогда сказал, что спрос на нефть значительно растет по мере того, как в Китае снимают пандемийные ограничения, и что королевство ожидает увеличения спроса на черное золото. Но вот чего мы тогда не услышали, так это о планах королевства повышать квоты на добычу. И что же видим? Мы все правильно тогда поняли. Квоты и не будут повышаться. Будет рост цен. Вот и замечательно. Огромный привет США, а главным образом в Европе. У США хотя бы есть своя личная нефтедобывающая страна под названием Венесуэла, которая скидку даст. А вот Европе никто ничего не даст. Даже американские союзники. А тем временем руководство британского здравоохранения считает, что бастующие работники просто не знают, насколько им повезло с пенсией. Это уже, конечно, нечто фантастическое и запредельное. Дескать, у людей на самом деле все прекрасно, просто они сами не понимают, до какой степени им повезло. А правительство-то все делает правильно. А правительство в Британии тем временем повышает ключевую ставку до 4,5%. И это значит лишь одно. Рядовые граждане теперь вынуждены пересчитывать внезапно выросшие платежи по ипотеке и потребительским займам. Они обнаружат, что на ровном месте у них и эта статья ежемесячных расходов тоже возросла. И все это очень красиво закольцовывается с тем, с чего мы начинали. Кто-то очень неторопливо и системно отменяет саму Британию в ее прежнем виде, с ее прежним влиянием и традициями. Только в отличие от России, они, видимо, решили данному процессу подчиниться. А процесс понятен, тут не хватает ресурсов даже для самих США, куда уж союзниками делиться. А вот противники зато стали таковы, а грабить их никак решительно не получается. Вот и принято решение обезжиривать и раскулачивать союзников. Тем более, что союзники у США довольно жирные, там есть чем поживиться. Именно этим Вашингтон и занимается, а мы поглядим на это со стороны, зрелище обещает быть выдающимся. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для Вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.